Глава государства – это тот, кто определяет жизнь в этом государстве. Путин может хоть наизнанку вывернуться, но он уже все, он никто, звать его никак. Но он довел страну до 90-х годов. Естественно, значит, избирательные технологии 90-х годов, подкуп избирателей надо применять. Вот я две недели дышу четвертью легких. Я просто посидел рядом с вакцинированной депутатшей. Это государство, эти козлы в шкуре медведей, они создали машину по истреблению людей. Я не понимаю, с чем им так не нравится Гитлер. Они реализуют его завет. Поэтому ваши дети должны четко знать, а, как себя вести, когда к ним на улице вяжется педофил, и, б, как себя вести, когда учитель пытается перелить в их тельце непонятно что. Они гордятся массовым истреблением и массовым ограблением граждан Российской Федерации. То есть это убийцы, это маньяки, у которых руки по локоть в крови, и которые этим публично гордятся. Собянин об этом рассказывал на голубом глазу прямо перед коронавирусом. Почему Собянин не в тюрьме до сих пор? Который уничтожил здравоохранение в Москве, и это привело к смертям минимум десятков тысяч, а, скорее всего, сотен тысяч людей. И зрители, это закон об узаконивании коррупции. Это закон об узаконивании двойного гражданства. Они разрешили себе иметь за рубежом недвижимость. Это нами правят просто уголовники и предатели. Понимаете? И вот у нас денег нет, но вы держитесь. Путин, ясное дело, глава государства в обход Госдумы собственным указом выделяет полтриллиона. Да. Что вы смеетесь? Что вы над человеком глумитесь? Какой Путин глава государства? Ну вы о чем? Глава государства – это госпожа Попова. Роспотреб-позор. Которая определяет, как мы живем. Глава государства – это тот, кто определяет жизнь в этом государстве. Вы хотите сказать, что 10 тысяч рублей чью-то жизнь как-то определяют? Да что за бред? Путин может хоть наизнанку вывернуться. Но он уже все. Он никто, звать его никак. Да, глава государства – это Роспотреб-позор. Они определяют, как мы живем, как мы дышим, как мы ходим по улицам. Кстати, насчет этого Сергей Семенович… Путин к власти отношения не имеет никакой. Сергей Семенович имеет. Сергей Семенович – это, по сути дела, наместник Роспотреб-позора в Москва-базе. Вот он, да, у него ярлык на княжение от Роспотреб-позора есть. А у Путина нет. Кто такой Путин, простите? Ой. В следующий раз его в коммунарку повезут, так там оставят, чтобы не выпендрился. То, что Путин раздал десяточку пенсионерам и пятнашечку силовикам, никого не удивило. А вот то, что Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, тоже раздает десятку учителям и воспитателям. Это уже у нас что, по всей стране будет такая раздача денег? Каждый губернатор, оказывается, у нас обладает несметным бюджетом? Ну, у нас же режим феодальной раздробленности. А режим феодальной раздробленности – все подражают Хану. Ну, Путин сделал, все ему пытаются подражать. Собянин сделал. Нет, Собянин пока не сделал, но я думаю, сделает. Беглов подражает Путину. Да, у него бюджет есть, деньги какие-то есть. Потом задержку, может быть, зарплату потом будут задерживать. Может быть, он кредит под это взял, мы же не знаем. Но самое главное, что подкуп избирателей – это крайне эффективная технология. Мы это помним по ельцинским временам. Ну, Путин довел страну до состояния 90-х годов практически, по сути дела, и по этнической преступности, и по уверенности в завтрашние дни, и по перспективам, и по разрухе. Но он довел страну до 90-х годов. Ну, естественно, значит, избирательные технологии 90-х годов подкуп избирателей надо применять. Иначе же просто нелогично, согласитесь. Нет, а чисто с финансовой точки зрения, откуда деньги у Беглова? То есть это же не федеральный бюджет? В Питере хватает денег на подобные выплаты? Ну, я думаю, что Питер – город вполне обеспечен, так что хватает. Может быть, он сейчас кому-то подсократит выплаты. Посмотрим, может быть, он кредит взял опять-таки, может быть, федеральный центр подкинул. Но, понимаете, ситуация такова, что сейчас и врачам по 200 рублей за укол этого дают. Вот цена жизни человека – это 200 рублей. Вот просто представьте себе, вот ваша шкура, ваше здоровье, ваша жизнь оценена в 200 рублей. За то, чтобы вас воткнуть и перелить в вас продукт фармацевтических олигархов, в которых клинические исследования не прошел, никакие. Ну, какие-то прошел, какие-то прошел, но не все. Простите, простите. Единственная вакцина, которая закончена клинические испытания, то первой, третьей фазы. То есть не было испытаний на животных, что необходимо, и нет еще четвертой фазы. Это эпивакт-корона для людей старше 60 лет. И то, люди, которые укололись эпивакт-короны, в общем, там тот же букет, что у всех остальных по, так сказать, разговору. Опять-таки. Ну, официальная статистика запрещает. Официальная статистика просто официально не собирает данные о смертях после вакцинации. Это харам, это табу. И есть специальный раздел осложнения после вакцинации. И врачам строго-настрого запрещено кого бы то ни было в эту графу заносить. Поэтому официально у нас никаких последствий о вакцине нет. А я вот посидел рядом с депутатшей, которая вакцинировалась. Она вакцинировалась, она потом переболела. Вот я две недели дышу четвертью легких. Я просто посидел рядом с вакцинированной депутатшей. Простите. Хорошо. Все замечательно. Все прекрасно. Просто дышать с трудом могу. А как восстанавливаться будете? Нормальные противовирусные препараты. Инфлюцит из официальных, из неофициальных настойки на полыни. Вернее, вытяжка из полыни, гвоздики, корни одуванчика, лопуха, корицы и чего-то еще. Это очень эффективные лекарства. Они у нас производятся в стране. Просто они запрещены. Просто этой властью людям запрещено иметь возможность лечиться, иметь возможность выздоравливаться. Понятно, что если я сейчас попаду в ковидарий, меня там убьют в течение месяца. С высокой степенью вероятности. Ну, с моей родственницей это произошло, с двоюродной бабушкой. У нее были проблемы с ногой. Ее доставили в больницу. Уже там она подцепила коронавирус. И через как раз неделю она скончалась. Соболезнен. Соболезнен. Но это государство, эти козлы в шкуре медведей, они создали машину по истреблению людей. Я не понимаю, с чем им так не нравится Гитлер. Они реализуют его завет. Они реализуют гитлеровский план ОСТ в чистом виде. Насколько я могу судить. Уже научные работы написаны. Понимаете, научные работы опубликованы. Реализация гитлеровского плана ОСТ кутинскими властями. Это научные работы. Подождите, серьезно? Прямо так и называется гитлеровский план ОСТ Путина? Называется, называется. Они, значит, сопоставления сегодняшней политики в сфере образования и гитлеровского плана ОСТ. Понятно. Если это корректная формулировка. Так, хорошо. Раз уж затронули тему образования, вы упомянули. Мы записываемся в день знаний 1 сентября. День чего, простите? День знаний. В день дебилизации ЕГЭ. Значит, товарищи, родители, не забудьте объяснить директорам школ и учителям об уголовной ответственности за медицинские опыты над детьми. Потому что клинические испытания детской вакцины закончатся, по данным Минздрава, в декабре 2023 года. А до этого это медицинские опыты над детьми. В Саратовской области ядросня, все эти менгели недобитые, уже начали медицинские опыты над детьми. Сначала запудривают мозги родителя, но по действующему законодательству ваши опыты на ваших детях можно ставить и без уведомления родителей. Потому что есть закон, который включил уколы от вакцинации коронавируса в национальный календарь-привилку. Поэтому ваши дети должны четко знать, а, как себя вести, когда к ним на улице вяжется педофил, и, как себя вести, когда учитель пытается перелить в их тельце непонятно что. Вот и весь день знаний. Террор. Террор, который развязало государство против детей. Вот смотрите, если сейчас государство будет ставить людей перед выбором дистанционное обучение или вакцинация школьников, вот эту дилемму вы для себя бы как решали? Понимаете, давайте переведем на русский язык. Отсутствие образования или медицинские опыты на детях. Понимаете, образование можно скооперироваться, даже если в абсолютной сельской школе, даже если в ПГТ, есть кто-то из родителей поумнее, кто-то может что-то преподавать сам, кто-то может найти репетиторов, по 20 копеек скинетесь. Можно переводить детей на домашнее обучение. Тем более, что нынешнее школьное обучение – это дебилизация и ничего больше. Там знания эта школа больше не дает. Это хуже, чем церковно-приходское училище. Это способ превращать ваших детей в дебилов. Школа – это способ превращать ваших детей в маргенштерна. Понимаете? Кончено в дебилов. Поэтому, если можно спасти этих детей от школы, так спасайте. Но дистанционное образование – это отсутствие образования всякого. Но вы можете скооперироваться и переводить детей на домашнее обучение. Вы знаете, вы пока рассказываете. Я пытаюсь найти статью, которая бы проиллюстрировала ваши слова. И на десятки сайтов я уже успел глянуть. И везде очень разные цифры называются. Но вот итоговые данные клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник Ви» будут готовы к октябрю. Рассказал Мурашко. Для взрослых. Да, для взрослых. И потом, знаете, мурашка говорит одно. Нужно зайти на сайт, там календарь. Там календарь работы. Какой сайт? Давайте я сейчас найду, покажу. На сайте Минздрава. Я потом вам пришил ссылку. У меня она на сайте просто. Хорошо. Хорошо. Потому что они все бредят. Они все не знают собственных сайтов. Им плевать, какие звуки издавать. Динсбург вообще говорит. Как наш Менгель. Говорит, а вот, он же по специальности. Он по специальности. Он специалист в области промышленных микроорганизмов. Он к вирусологии вообще отношений не имеет. Он всю жизнь занимался бактерией. Да я не знаю, кого он считает промышленными микроорганизмами. Вас, ваших детей, себя, вакцины. Я не знаю. Но он сказал, 20 сентября уже можно детей колоть. 19 выбора прошли. На следующий день можно уже заниматься опытами над детьми. В масштабах, которые никакому Менгеля не снилось. Вот смотрите, фашисты. В лагерях уничтожения. На детях опыт ставили. Не везде. А эти хотят по всей стране ставить. Я тут, кстати, сегодня делал с утра ролик про высказывание Проценко. Он тут заявил, что ожидает всплеска коронавируса в начале октября, потому что именно тогда люди вернутся с отпусков. Понимаете? Оказывается, в начале октября люди с отпусков возвращаются. Это было сочинение какого-то конченого дикаря, который вообще не знает, когда люди отдыхают. Он, может, большинство россиян за людей не считает. Я напомню, что в первом же интервью, это «Прости, Господи, врач», сказал примерно следующее. Он сказал, что он категорически выступает против массового онкотестирования, потому что это перегружает врачей. Я напоминаю, что массовое онкотестирование спасает десятки и сотни тысяч человечественной жизни. Потому что наряду с сложными положительными результатами, которые неизбежны и которые перегружают врачей, это выявление рака на ранних стадиях, когда он лечится или достаточно легко компенсируется, достаточно легко стабилизируется. Но господину Проценко он совершенно не стесняется показывать, что ему чхать он хотел на человечественном жизни. Ему главное не перенапрягаться. Все. Мысль о том, что можно увеличить подготовку врачей, больше студентов брать на медвузу, ему это в голову не приходит. Это все не важно. И под условием оптимизации медицин не доступен. Врач не должен перенапрягаться, поэтому вы подыхайте в мух, суки. Вот это процент. Это человек, который третий номер в списке этих козлов в шкуре медведей, если верить их собственной проблеме. Это человек, который официально объявил, ну там, с других терминов, но смысл был такой, а вакцинированные не могут болеть коронавирусом. В переводе на русский язык. Если вакцинированные, если Единая Россия не испугается того, как вы проголосуете, то, а, на детях они будут ставить опыты на всех. И вы от этого не спрячетесь, вы от этого не укроетесь. Это неважно, что они сейчас говорят, как говорят их украинские коллеги, обещайте этому буду все, что угодно, вешать будем потом. Это принцип и власти Российской Федерации тоже. Посмотрите, как это было с пенсионной реформой. Так вот, господин Проценко, по сути дела, озвучил будущую политику, что если вы вакцинировались, а потом заболели, не дай бог, это значит, что вы купили сертификат вакцинации, а значит, что вакцинации не было. Это значит, что вас надо сажать в тюрьму за то, что вы заболеете. Не, вообще с их высказываниями по этой теме, это можно по хронологии очень интересно выстроить. Сначала они говорили, вакцинированные не болеют, потом вакцинированные не умирают, потом вакцинированные избавлены от тяжелых случаев, потом, значит, они говорят, вот последние данные, Проценко четко сказал, шанс умереть вакцинированный, не вакцинированный в четыре раза меньше. То есть получается 20% смертельных исходов, 20%, это как раз те, кто были вакцинированы, это даже по их официальной статистике, в которой мы тоже далеко не уверены. 20% это вообще-то серьезный кусок. Знаете, им совершенно безразлично, что нам говорится. Им правда безразлично, что нам лгать. Эти люди до сих пор нам рассказывают, что повышение пенсионного возраста это хорошо и необходимо. Повышение пенсионного возраста это массовое убийство людей. Ситуация, когда федеральный бюджет от денег захлебывается. Там 18,8 триллионов рублей на 1 августа. Это годовой доход федерального бюджета лежит там без движения. И они, эти люди, нам рассказывают, что повышение пенсионного возраста это правильно. И они этим гордятся. То есть они гордятся массовым истреблением и массовым ограблением граждан Российской Федерации. То есть это убийцы, это маньяки, у которых руки по локоть в крови и которые этим публично гордятся. А господин Проценко, извините, он анестезиолог, реаниматолог, может, хороший. Только анестезиология и реаниматология от вирусологии, примерно как от проктологии. Это вообще не его поляна. Он Путина чуть не заразил во время визита, когда тот к нему в коммунарку приезжал. Вы понимаете, какой уровень профессиональности у человека? Он сам заболел. Он рассказывал вполне официально на врачебной конференции, что вот умирает такое-то количество людей, из них 30% от коронавируса, а 70% от внутрибольничной инфекции. Понимаете? То есть он даже не понимает, что если в больнице есть внутрибольничная инфекция, то больницу нужно закрывать нахрен на чистку. У него элементарных, санитарных, гигиенических знаний нет. Я не удивлюсь, если ему совсем недавно рассказали, что руки нужно мыть перед едой. Понимаете? А до этого он понятия об этом не имел, как истинный единоросс. Истинный представитель оптимизаторской медицины. А насчет статистики. Господин Мурашко, что он спокойно, на голубом глазу, рассказывал очень долгое время, что, знаете, заболевает 2,5% вакцинированных. Для понимания. На тот момент вакцинирование шло 7 месяцев. А диагноз коронавируса состоялся 17,5 месяцев. Этот диагноз получило 4,1% населения России. Если мы эти данные сопоставим, приведем, скажем, к одному месяцу, то мы получим, что по официальным данным, товарища Мурашко, вакцинация не снижает вероятность заболеть. Вакцинация повышает вероятность заболеть в полтора раза. Мы подчеркиваем, друзья, это не значит, что это так оно и есть. Но это то, как они работают со статистикой. Это речь не про медицинскую информацию. Это речь о том, насколько наши чиновники грамотно орудуют с цифрами. Что там на теме, что там происходит на самом деле с коронавирусной ситуацией. Это нужно смотреть отдельно. Это профессиональные лужицы, которым вообще плевать, что делать. Им просто безразлично, что говорить. Они топят за повышение пенсионного возраста. До сих пор они гордятся этим. До сих пор они говорят, оптимизация здравоохранения – это хорошо. Чем меньше кое, чем меньше врачей, тем лучше. Собянин об этом рассказывал на голубом глазу прямо перед коронавирусом. Почему Собянин не в тюрьме до сих пор? Который уничтожил здравоохранение в Москве. И это привело к смертям минимум десятков тысяч, а скорее всего сотен тысяч людей. Сколько людей убил Чикатило? 84? Сколько людей убили оптимизатора здравоохранения? У нас сверхсмертность. Не просто 300 с лишним тысяч человек за прошлый год, а в этом году еще вырастет. У нас сверхсмертность на душу населения выше, чем количество расстрелянных в 1937 году. Эти оптимизаторы хуже ежовских палачей, ежовских мясников. Они истребляют нас. И при этом они занимают официальные должности. Ни один оптимизатор не сел в тюрьму. Ни один. Они все получают от Путина награды и повышения. Ой, смотрите, у нас получилось, что мы сначала обсудили Министерство иностранных дел. Это лидер списка «Единой России» Лавров отвечает. Мы обсудили борьбу за наше здравоохранение. Это другой лидер Проценко. Теперь осталось поговорить про Сергея Кужугетовича Шойгу. Я тут в последние недели обращаю внимание, что очень много пошло информации, даже вот про властных телеграм-каналов, льется компромат против Сергея Кужугетовича. Как-то его сразу резко не взлюбили. Причем подается это под таким интересным соусом, типа, ой, друзья, а вы знаете, какие тут слухи-то про Сергея Кужугетовича распространяются? Оказывается, там коррупционные делишечки за ним числятся, типа, это не мы, типа, это не мы, это кто-то другой рассказывает. И вот каждый день вываливается что-то новенькое, а вот этот человек работал с Шойгу, а вот, вот, что о нем интересное, можно вспомнить. А что происходит? Как вы оцениваете ситуацию, вот именно внутриполитическую? Как только Шойгу объявил, что нужно строить новые города в Сибири, это стало сигналом о том, что он уходит с поста министра обороны. Может, и не уйдет, но он уходит, он там пересидел. А с другой стороны, нужно понимать, что Шойгу – это прекрасный хозяйственник, в первую очередь. И когда он был губернатором под Москвой, это был, по-моему, лучший период в его жизни. Он чувствовал себя на своем месте, ему было хорошо, ему было спокойно. Знаете, как единорозы про это рассказывают? Он даже пить перестал. Человеку было так хорошо, человек так хорошо себя ощущал, что он не пил. Это серьезно, это серьезно. Когда человек бросает пить, то это или из-за состояния здоровья, или потому что ему не нужно. Да, вот мы, когда с женой стали жить вместе, она сначала перестала курить. Я ей слова не говорил, просто ей это стало не нужно. А через некоторое время она перестала пить, потому что ей это тоже стало не нужно. Вот Шойгу точно так же. Ну, если, конечно, медросня правду говорит, не знаю, может, она не соврут, недорого возьмут, но это вполне правдоподобно. Он по-другому выглядел, он по-другому говорил, он был доволен, он был ласково, участливый и заботливый. То есть его – это хозяйственная работа. Мы его же не понимаем, мы о людях судим по тем должностям, которые они занимают. Кто помнит, что Валентий Павлович Берия был выдающейся хозяйством, что он не хотел быть во главе МКВД. Его Сталин, так сказать, вытащил, вопреки его воле, он хотел заниматься хозяйством. Так, Михаил Геннадьевич, простите, ради бога, что я вас прерываю. Я нашел документ, о котором вы говорили, когда на самом деле закончится проверка испытания вакцины «Спутник». Вот заходим в официальный сайт grlsrosminzdrav.ru, здесь есть реестр разрешения на проведение клинических исследований, реестр лекарственных средств. И здесь, если ввести в поиск «Спутник», выдается вот эта плашечка. 8 января 2021 года начато испытание, вакцина «Спутник» «Лайт», испытания будут закончены 31-31 декабря 2021 года, то есть еще не скоро, но им уже вовсю вакцинируют. Какая фаза испытаний? Так, это первая-вторая. Первая-вторая фаза – это ни о чем. Первая фаза – это исследуется риск для здоровья, исследуется только, вредно это или нет. Вторая фаза – это уже исследование чего-то еще, но нельзя, значит, четвертая фаза – это исследование в ходе массового применения. Третья фаза испытаний будет закончена 28 января 2022 года, то есть еще через месяц. Вот, значит, пока. Обратите внимание. Но это речь именно про вакцину «Спутник Лайт». Да, что это, во-первых, «Спутник Лайт». А нужно еще смотреть ГАМ-КОВИЛАК, то есть «Спутник» обычный. Вот, нужно смотреть эпилак-корону, нужно смотреть КОВИЛАК. И «Спутник» он называется как-то ГАМ-КОВИД, чего-то куда-то. Вот, так что их много разных вариантов. Кстати говоря, одна вакцина, она прошла первая-вторая фаза испытаний, и на этом закончилась. То есть, судя по всему, вакцина оказалась неудачной, с ней дальше возиться не стали. Но первая-вторая фаза — это ни о чем. Кстати, на детях в 23-м году закончилось испытание детской вакцины, только первая-вторая фаза. А еще третья фаза должна быть как минимум. И только потом, возможно, массовое применение. Иначе это грозит просто истреблением людей с непонятными последствиями, с непонятной перспективой. Это не шутка. Это медицинские протоколы, которые написаны кровью. Кровью написаны медицинские протоколы, как и все правила стандартных. Возвращаемся к шайгу. Вы знаете, я только одну ремарочку еще вставлю, что я пытаюсь ввести EpiVac или GamCovidVac, или просто COVID, и сайт отказывается работать. Он почему-то не то, что говорит, ничего не найдено. Он просто не соединяет с сервером. Может быть, это совпадение. Потом посмотрим еще. Вполне возможно, там стоит блок, который не позволяет гражданам, поскольку все это выложено в свободном доступе. Я вообще на сайте все эти ссылки выложил уже в готовом виде, прямо на конкретные вакцины. И для того, чтобы люди не понимали, как нагло и цинично лжет им эта ядра сняв, как нагло и цинично лгут им эти оптимизаторы здравоохранения, эти современные доктора Менгеля, для этого просто закрыли информацию. Такое бывает, это несложно. Любой студент вам это сделает. Возвращаясь к шайгу. И когда шайгу сообщил о том, что нужно строить города, то он тем самым подал заявление о переводе на хозяйственную работу. Типа, Владимир Владимирович, ну что мог я с делом? Сердюковщина у нас покончена, а вот пусти душу на покаяние. Пусти заняться любимым делом. Да еще в моей любимой Южной Сибири. Вот он сам оттуда родом. И это было воспринято всеми, как то, что он уходит. Ну а падающего подтолкания дальше все просто. Ну а кроме того, а что у нас криминалов в Министерстве обороны, что ли? Простите. Там чая-то винает другой разговор. Но вы же прекрасно помните, как нам обещали семейство Армата. Семейство Армата. То есть большое количество разных видов боевой техники на единой платформе. Все, что из этого семейства мы увидели, это танк. Один. То есть должно быть десяток разных изделий, остался один. Простите, танк до сих пор не принят на вооружение. Как гласит легенда, профильный вице-премьер сказал, что когда этот танк сможет по прямой проехать 50 километров, я его немедленно приму на вооружение. Значит, до сих пор не смог проехать. А все эти бесконечные новые самолеты, о которых идет речь. Ну, да, есть гиперзвук. Это наработки советские середины 80-х годов, которые, значит, им приделали деньги, к ним приделали, их запустили. Ну, наверное, какие-то современные технологии туда добавили. Слушайте, а гиперзвук точно есть? Потому что, глядя, как падает сейчас все, что только можно, вот мы только неделю назад обсуждали проблемы авиации, вот за это время еще происшествие случилось. Значит, всегда все падает, всегда все взрывается. Это очень сложная техника. А как бы хорош не был доведен самолет, он все равно может упасть. В истории советской авиации дважды, правда, уже в российские времена, роняли даже А-24. А-24 — это самолет, который упасть не может. Он с обоими, выключенными движками, планирует и совершает мягкую посадку. Но при этом дважды его роняли. Один раз грузовой, где-то в камях, поставили вот так вот на бок, и он упал. Ну, гениальный экипаж, ничего нельзя сказать. Премия давлена в студию. А во-вторых, он рассыпался в воздухе от перегрузки. Укрыли отвалились. Потому что уже износ металла был запределен. Всякое бывает. Но гиперзвук у нас есть. С 17-го года, если бы мы захотели произвести нормальное количество гиперзвуковых ракет, мы в любой момент могли бы тупо расстрелять Америку, нам за это ничего бы не было. И мы могли бы, мы сейчас можем вести переговоры с американцами, как они с нами видят переговоры с 1945 по 1949 годы. Любой разговор, любой спор заканчивался тем, что американцы говорили, мы сбросим на вас атомную бомбу, если вы вот этого не сделаете. А сейчас вас удивляются, ой, а что этот Сталин был такой, был такой уступчивый до 1949 года. Да потому что, если бы он рыбнулся, действительно сбросили бы атомную бомбу на Москву. И все. И никакое ПВО не спасло бы. Не было ПВО в то время. Мы сейчас можем себя так вести по отношению к американцам. Но, понимаете, рабство, оно не в кошельке, оно не в паспорте. Рабство, оно не на ракетных стапелях. Рабство, оно в голове. Нами управляют американские рабы, насколько я могу судить. Михаил Игоревич, а как вам вот эти вот новые законы? Сначала нам сказали, взяточничество бывает вынужденным, вынужденная коррупция, а сейчас у нас еще и двойное гражданство вынужденное у чиновников и депутатов. Вот это вот вообще, как вы на это реагируете? Может быть, выскажите мнение каких-то ваших знакомых, круг общения вашего? Потому что, честно говоря, люди реагируют очень эмоционально, конечно, на подобные нововведения. Знаете, вынужденным бывает только гомосексуализм. И то только в одной фракции. Если я, конечно, правильно понимаю. Все остальное вынужденным не бывает. И, видите, это закон об узаконивании коррупции. Это закон об узаконивании двойного гражданства. Эти козлы в шкуре медведей, они разрешили себе иметь за рубежом недвижимость. Это вот нами правят просто уголовники и предатели. Понимаете? Эта власть производит впечатление сборища уголовников и предателей. И по своей политике, и по своей практике, по тем законам, которые нам применяют. Какая нахрена вынужденная коррупция? Вы что, очумели там? А давайте сейчас вынужденное убийство введем в уголовный кодекс. То есть, кто-нибудь убил чиновника или кто-нибудь убил единоросса, то это вынужденное убийство в силу той политики массового уничтожения, которую эти люди проводят. И давайте. Убийство чиновника, убийство единоросса — это вынужденное убийство. Оно разрешено законом. Давайте так сделаем. Почему вы себе разрешаете грабить людей? Почему вы разрешаете себе быть предателями Родины с двойным гражданством? Что это за бред такой? Давайте введем. Я мирный человек. Но когда я читаю такие законы, никаких проблем. Просто третий закон. Закон о вынужденном убийстве. Знаете, когда-то при советской власти подрались поэты, значит, их спрашивают, ну, что случилось? Ну, расскажите, чего вы подрались? Значит, такой Андрей Битов говорит. Ну, вот захожу я в Кабаб и смотрю, стоит Андрей Вознесенцев. Ну, как я мог? Подумайте, думайте сами. Мог ли я не набить ему морду? Вот здесь то же самое. Иду по улице. Смотрю, единоросс идет. Ну, мог ли я его не убить? Давайте такой закон примем. Николай Николаевич Платошкин. Мы тут побеседовали. Он рассказал, что когда был на Алтае, вот они с супругой ездили, встречались с избирателями. Анжелика Голоскова как раз баллотируется на юге Сибири. И на встрече они спросили, ну, есть здесь хоть кто-то, кто Единую Россию поддерживает? Одна женщина сказала, да, я за Единую Россию. Так люди ее там пришлось под конвоем выводить, чтобы на нее не кинулся никто с кулаками. Там люди очень агрессивно реагируют. Не, на самом деле, смелая женщина, молодец. Она потом объяснила, что если бы она сказала по-другому или промолчала, она боится, что ее уволят. Ну, вот пожалуйста. Вот пожалуйста. Но Единая Россия дядьуется террором и страхом. Власть террористов, насколько я могу судить. А на Дании Востоке, ну, понимаете, и разорвали бы на самом деле. Просто разорвали бы. Просто разорвали. Михаил Геннадьевич, а вот учителя, заучи, директора школ, соцработники, сотрудники пенсионного фонда, которые будут участвовать в фальсификации голосования, вот они же понимают, как к Единой России, как к этой власти все относятся. Они, наверное, и сами не очень-то хотят в этом участвовать. Они будут саботировать этот процесс? Или они все-таки будут вбрасывать, как это от них требует начальство? Потому что пишут, они будут вбрасывать. На самом деле, для вброса не нужно много людей. Для совершения преступления достаточно, чтобы люди это терпели. А самих-то бандитов нужно немного. Сколько в Чечне, начале 90-х, когда там резали русских, было бандитов на фоне общего населения? Да считанные единицы их было. Но русских вырезали и выгнали. Сейчас там русских практически не осталось. Вот и все. Здесь то же самое происходит во всей России сейчас. Просто чуть-чуть другими методами.